Добрый день, всем спасибо! Очень рад всех видеть. Сегодня, как всегда, расскажу, что мы там успели наразрабатывать и интересного презентовать за период, пока мы с вами не общались. А это, наверное, уже чуть ли не три месяца. Да, кто нашел опечатку на первом слайде, тот молодец. И давайте немножко перейдем сразу к плану вебинара. Вот, сегодня мы поговорим о том, как у нас свершился и зарелизился, скажем так, опубликовался каталог СПО, наверное, в первую очередь для преподавателей, методических, методистов в вузах. Сделаю небольшой анонс по поводу новостей интеграции. Мы направление тоже развиваем, стараемся со всеми платформами, которые представляют интерес обоюдный, сотрудничать. Расскажу, как мы извернулись, скажем так, и ухитрились поработать с аудиокнигами. Ну и про новую клубную программу, скажем так, в легком таком режиме поведаю. Ну, давайте переходим сразу к делу. Какое-то время назад я рассказывал, презентовал и на вебинаре, и, может быть, даже рассылку мы делали, каталог ОГС высшего образования в нашей библиотечной системе. Фишка этого каталога стала такая достаточно продуманная и стандартизированная механика, структура, когда весь контент у нас разбивается по группам направлений, направлениям и, собственно, делится на дисциплины. А дисциплины, в свою очередь, делятся на основную и дополнительную литературу. И это прямо вот было такое большое, наверное, даже с моей стороны исследование, когда мы смотрели, как у всех. Эталона ни у кого нет. Все это было собрать достаточно сложно и систематизировать сложно. И книжки дополнительно атрибутировать тоже было непросто. Но на тот момент мы, наверное, даже не с первого раза, но эту штуку победили, осилили. Вот, и пришло время двигаться и расширяться. И теперь мы представляем вам каталог для среди специального образования ОГС СПО. Вот тоже теперь он доступен для всех подписчиков. Вот. Ну, понятно, что вы... Так, давайте я указку включу, наверное, да? Надеюсь, видно. В главном меню он теперь располагается вот здесь. И, то есть, все подписчики могут зайти посмотреть. Не уверен, по-моему, ближайшие пару неделек для неподписчиков без авторизации еще посмотреть будет нельзя. Но я думаю, что мы откроем. В принципе, ничего там такого секретного нет. Даже и хорошо, что можно без авторизации будет глянуть. Пока только для подписчиков можете уже пользоваться. Так. Расскажу немножечко о деталях. Мы, наверное, да, наверное, не только мы, а все, кто с этой областью знаний работает, скажем так, с этим уровнем образования столкнулись, что порядка года назад, может, чуть больше, у нас вышли новые, ну, дополнения, скажем так, изменились и коды дисциплин, и названия, некоторые коды направлений подготовки, изменились составы, там, учебные планы и куча всего. Вот. И достаточно было большой проблемой собрать, ну, такой наиболее полный объем этих дисциплин, да еще и с новыми направлениями. Ну, и тут, на самом деле, и безручного труда не обошлось. Но, тем не менее, структуру удалось нам получить. Поэтому весь контент, который сейчас у нас в ЭБС присутствует, в том числе, рубрицируется по группам направлений, по направлениям, по дисциплинам. И, как я уже говорил, дисциплины у нас теперь делятся на профильные. Это, собственно, ну, я, может быть, в терминологии не силен. Это, собственно, дисциплины, которые отвечают за профессию, которую получат, и общеобразовательные. Это все для всех, типа, физкультуры. Вот. Да. По умолчанию мы, конечно, показываем при входе в направление. Если вы зашли вот сюда, вы будете видеть контент только по профильным дисциплинам. Ну, я думаю, что это честно и правильно. У нас, кстати, была такая история. Я думаю, что если вы хоть когда-то в ЭБС заходили, да, и ходили плюс-минус по каталогу УГС, особенно по первой версии, когда мы переходили в какое-то направление, у нас в топе, там, в десятки книг, которые мы вводили, там, ранжировали, вводили по умолчанию, были как раз книги из общеобразовательных дисциплин, там, УБЖ, история, там, все что угодно. И люди недоумевали, типа, а в чем прикол? Ну, то есть это же, там, допустим, какая-нибудь математика, механика, почему у вас УБЖ на первом месте? Вот. Ну, как бы понятно, что эти дисциплины никуда не уходят, их изучают и преподают, вот. Но мы решили отказаться от показа в общих списках, вот. Но, однако, когда вы глубже будете проваливаться в каталог дисциплин, вы эти все, весь этот контент увидите. Вот. И тут, как бы, тоже нужно понимать один момент. Я все время, когда рассказываю, говорю о доступности контента. И, наверное, первый раз за год, да, когда я догадался, все-таки и не забыл, да, включить вот этот слайд, потому что вопросов по нему много. То есть, когда мы бродим по любым каталогам в УГС, мы, значит, просматриваем контент, который по умолчанию доступен. По умолчанию доступен. То есть, ваша организация, например, подписана на 100 книг, вот у вас в этой шестеренке стоит галочка «Доступные». И, соответственно, те 100 книг, которые вашей организации доступны, ВУЗу, СУЗу, ну, кому угодно, и будут показываться в ЭБС. Если вам нужно посмотреть, а что еще есть такого, да, может быть, книги вам нужны, но вы не подписаны, вы в настройках доступности ставите все. Таким образом, все каталоги оживают, расцветают, и вы видите цветные картинки, это те книжки, которые доступны, и серенькие, черно-белые картинки, те книги, которые есть в ЭБС, но на которые вы не подписаны. Вот. И зачастую бывает, что, ну, я каждый раз об этом рассказываю, и вот этот слайд, он очень важный, я его забываю включить. Сегодня вот включил, все нормально. Вот. Не забывайте про эту штуковину. Когда будете смотреть каталог УКС, СПО, ВО, что угодно, ВПК, разделы, там, коллекции, поиск, все, что хотите. Можете посмотреть то, что доступно, и то, что может быть вам доступно. Так, да, чтобы книга у нас начала хорошенечко подбираться, автоматически распределяться в дисциплины, тут тоже немножечко оговорюсь, мы, когда делали каталог для высшего образования и прорабатывали такой большой алгоритм автоматического наполнения дисциплин контентом, вот, мы были вынуждены ввести дополнительные атрибуты для книги. Ну, я про это тоже долгое время много говорю. Касается не только там типа издания, уровня образования, вот, и, собственно, название самой дисциплины. Ну, теперь у нас есть такой внутренний фактор, я его, кстати, не включил, но он тоже очень важный, область знаний, ну, грубо говоря, там, гуманитарные, технические, там, еще какие-то, и более детально проработанные эти области, я не помню, сколько сейчас, но это позволяет очень хорошо рекомендовать книгу. Если дисциплина называется одинаково в разных направлениях, но относится к разным областям знаний, вероятно, она должна наполняться по-разному. Вот, это очень такой хороший дополнительный параметр, и, в общем, все эти шишки мы собрали на каталоге высшего образования УГС, ВО, и уже такие подготовленные перешли на СПО. Поэтому качество наполнения СПО меня сейчас, наверное, более чем устраивает. Здесь действительно для вашей навигации мы вот все базовые настройки вынесли в фильтры, ну, собственно, и в любом из разделов каталогов у нас есть фильтры, то есть вы видите, здесь конкретно я демонстрирую фильтр по дисциплине. Вот, но для того, чтобы быстро посмотреть и получить именно тот контент, который нужен, вы можете настроиться и отфильтровать, значит, книги, кстати, не только книги, потом расскажу еще дополнительно, по типу издания, то есть у нас есть типы сгруппированные, там, учебные, научные, там, еще какая-то литература, как и по большим типам покажения все учебные, да, так и по конкретному типу покажения учебно-методические комплексы, например, и учебно-методические пособия. Вот, также для библиографов мы и сотрудников библиотек мы не забываем, помним, вас ценим, у нас ББК практически везде присутствует, по индексам ББК тоже можно фильтровать, ну и, в общем-то, достаточно удобно это все работает. Тип литературы, честно говоря, вот этот вот параметр не знал, как правильно назвать, здесь речь идет о том, что внутри дисциплины это основная или дополнительная литература, ну, не знаю я, как это называется на самом деле, вот как мог, так назвал. Соответственно, поиск, фильтр по издательству, по году издания от, типа, покажи мне издание, не позднее такого-то года, добрый день. Вот, и, собственно, поиск по названию, по автору одной строкой. Ну, здесь ничего нового нет, просто тут, когда мы говорим про каталог СПО и ВО, мы не используем тип уровень образования, потому что, как бы, и так подразумевается, что здесь только по этому уровню образования собрано. В других каталогах, например, как ББК, уровень образования, фильтр тоже присутствует. Вот, поэтому для быстрого получения нужного контента используйте фильтрами, они везде есть, прям вот очень хорошо работают, на мой взгляд. Так, да, как я уже говорил, это не, наша работа заключалась не только в построении, там, жесткого дерева, каталога, что вот в этом разделе такой подраздел, а в нем такая дисциплина, а в нем такая книжка. Это еще большая работа по атрибутированию изданий, да, там, объектов большого количества групп контента. И, соответственно, благодаря этому стало и в расширенном поиске, и в других зонах удобно эти вещи искать. Вот на нашем примере мы видим, как мы сейчас там просматриваем, какие есть учебники, даже мы не вводим ключевую фразу в поиске, говорим, покажи-ка мне, пожалуйста, все учебники такого-то, значит, направления. Это как раз, да, 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 специалист среднего звена на школьное образование последнего года издания, ну, 20-го на этот момент. И, собственно, аналогично каталогу работает и поиск с ученым вот этих магических умных фильтров, которые, честно говоря, мне очень нравятся и, к моему сожалению, не часто мы пользуемся. Но я вот, наверное, уже надоел всем, да, то есть при каждом, сейчас, секунду, при каждом нашем, нашей встрече, при каждом вебинаре я рассказываю, говорю, вот фильтры берите, идите и пользуйтесь, все же под рукой. Ну, а мне сотрудники иногда приходят, говорят, блин, срочно нужно выгрузить там все учебники по такому-то разделу. Я говорю, ну, типа, идите в интерфейс, вот там два фильтра нажмите и выгружайте. Но есть такая боль, но я над этим работаю, я надеюсь, что вы тоже будете этим пользоваться, если вы пользуетесь интерфейсом. С другой стороны, если вы пользуетесь, там, допустим, если у вас синхронизация, там, с Абис, например, или вы просто выгружаете списки, вы можете попросить, чтобы вам выгрузили эти атрибуты дополнительные, или если вы выгружаете Росмарк, там есть дисциплина, есть направление и уровень образования, в принципе, в дополнительных полях можно передать. То есть каждая книжка атрибутирована таким образом сейчас и продолжают атрибутироваться, дорабатываться книги, что это сейчас со всех сторон становится удобно, в том числе и, естественно, СПО. Так, давайте шагнем дальше. Да, да, про эту зону тоже часто говорим, потому что до сих пор в поддержку прилетают вопросы, типа, а что у вас нового там по СПО есть за последний месяц? Вот, чтобы вам время ваше сэкономить и поддержку нашу поберечь, ну, хотя, в принципе, на то она и поддержка, чтобы на вопросы отвечать, но все же, есть у нас в меню вкладочка «Сервисы», а в ней есть зона обновления контента. И, опять же, пользуясь нашими магическими сервисами с фильтрами, пардон, мы как раз здесь в нашем примере смотрим, что у нас из учебных пособий есть по СПО за такой-то период. Вот, здесь, опять же, можно там уточнять год издания, издательство и все, что хотите, это можно просматривать. Да, и, опять же, это зависит, вот, сейчас мы с вами вернемся. Если вы ставите галочку «Доступные», вы увидите, что доступного, что в вашу подписку вошло дополнительно. Добрый день. Вот, а если вы покажете все, то вы увидите пополнение всех возможных к подключению изданий, они здесь будут серенькие. Вот, поэтому тут комбинация двух, грубо говоря, кнопочек дает полную картину по тому, чем вы можете пользоваться в ВБС. Так что пользуйтесь, будут вопросы, задавайте. Мы в этом направлении работаем. Следующая наша тема, я, честно говоря, на одном дыхании проскочил, даже сам не заметил. Если по СПО есть вопросы, напишите, пожалуйста. Если не сложно во вкладку «Вопросы», я постараюсь ответить, или, может, по ходу, может, в конце. Вот, и здесь я сделаю сейчас небольшой анонс. Мы к следующей теме переходим. Это событие такое достаточно интересное, по нему будет достаточно полный обзорный вебинар, а может быть, еще какие-то мероприятия. Если не ошибаюсь, на начало марта они у нас организованы. Это интеграция контента нашей ВС, ну, и учетных записей с программой «Автор ВУЗ». Ну, в общем, кто работает в этой программе или в ВУЗ подключен, я думаю, тут особо рассказывать не надо, но, в принципе, вкратко расскажу, что это такая большая, я бы, наверное, назвал это ERP-система, да, система управления бизнес-процессами ВУЗа. Она еще частично, ну, может быть, у меня разработчики сейчас скажут, что полностью, но я считаю, что частично автоматизирована. Там большое количество инструментов для управления, грубо говоря, и расписанием, и штатом, и студентами, и, в общем, такая, ну, я считаю, такой достаточно неплохой инструмент для построения как раз вот этой вот EOS магической образовательной среды ВУЗа. Ну, в общем, классное решение, я думаю, так вот мы посмотрели все вместе, я думаю, там куча перспектив есть, куда развиваться. Ну, вот кратко я вывел их собственное позиционирование на экран, чтобы вы понимали. И, наконец-то, у нас произошла достаточно бодро, скажем так, даже несколько стихийно, но успешно с ними интеграция. Да, в чем оно, собственно, заключается. Да, наверное, сейчас, наверное, по слайдам лучше пойду, скакать не буду. Вот, если ваш ВУЗ уже является подписчиком ВС, если вы пользуетесь системой автор ВУЗ, то для вас подключение бесплатное. Вам нужно просто обратиться будет в службу нашей поддержки. Да, 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 будет 4 марта. Да, вам нужно будет обратиться в службу поддержки, вам выдадут вот такой длинный, сейчас, вот такой длинный секретный ключ, вы его введете в специальное окошко, и дальше произойдет интеграция контента и, собственно, учетных записей. Вот, я специально сейчас скриншотами, инструкциями не делюсь, потому что это вот коллеги мои сделают лучше, чем я, потому что они, собственно, в курсе и, да, владельцы ресурса. Вот, но что это даст? Это даст, во-первых, бесшовный переход. Вот, студенты, преподаватели, любые учетные записи, которые пользуются системой автор ВУЗ, могут по ссылкам в новом окошке без ввода логина и пароля переходить в ЭБС, читать книжки, слушать аудио, может быть, пользоваться какими-то сервисами. Это, вот, видите, в одно предложение сразу два метра интеграции упихал. То есть это учетные записи, бесшовный переход, так называемый, и получение контента. Вот, и кто нашел еще одну опечатку, тоже молодцы. А если их две, то вообще. Вот, и, да, там происходит достаточно актуальная настроенная история с контентом, то есть каждую ночь происходит интеграция, и по факту, по утру вы видите свежую картинку книг ВБС. Ну, прикольно. Мне, собственно, все показалось достаточно просто. Там есть, я, опять же, на память скажу, не буду сейчас сильно залазить вглубь, есть модуль методическое обеспечение. Это как раз, ну, наверное, инструмент книгообеспеченности, такой, где можно ввести и печатный фонд, и электронный фонд, и подключаемые библиотеки, да еще он интегрируется с АБИСами. Есть модуль расписания, где, создавая занятия, вы можете использовать контент различных ВБС, в первую очередь, наши ВБС, вот, и в том числе остальных. Вот. И модуль студент, это как раз модуль доступности чтения, где студент, имея свою там учетную запись, может ходить по разным ВБСкам и читать. Вот. Более детально коллеги мои расскажут. Я надеюсь, это, ну, да, 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 кстати, всех приглашаю. Тема интересная. Ну, тем более, что среди наших подписчиков я на вскидку, наверное, могу там 3-4 вуза назвать, у которых авторвуз имеется. Вот. Поэтому, да, движемся дальше. Следующая наша тема. Да так как-то звучит, вот, новый каталог аудиокники. На самом деле, такая тема достаточно интересная. Хотел бы я про нее немножко поговорить. Начну с предыстории. Опять же, где-то, блин, по датам я, наверное, буду плавать, но где-то год, может быть, чуть больше года назад у нас случилось такое в библиографии в российской, скажем так, событие, как обновился, ну, ГОСТ, это, скажем так, правило оформления библиографических описаний. Вот. И нам пришел документ, я не помню, что-то типа там 300 страниц того, как теперь нужно строить библиографическую запись. У нас есть библиограф прекрасный и с большим опытом, но даже ей приходилось звонить в Ленинку, они вместе там разбирались, что же они такого там насоздавали. Ну, и я по мере возможностей, так как мне нужно было это все реализовать с ребятами, пытался разобраться. И для меня такое произошло открытие, я не знаю, ну, наверное, если кто-то там библиографией занимается или вообще, ну, скажем так, с книгой, с контентом работает, для вас это не открытие. Но для меня это был прям какой-то некий шок. Я обычно привык, что там книги отдельно, мультимедиа отдельно, там что-то еще отдельно. Нет, оказалось, что вот по последнему стандарту не существует такого понятия, как, наверное, книга. Есть издание, да, или можно его даже назвать объект. А вот уже что это представляет из себя по формату, определяется большим количеством параметров, да, и мы вот использовали вид содержания. То есть, грубо говоря, книжка там, объект с названием таким-то, а вид содержания, допустим, текст. Ну, и мы понимаем, что это книга. Или объект называется точно так же, а вид содержания там какая-то речь. И мы понимаем, что это аудиокнига. И сопоставляя вот это открытие мое, да, скажем так, лично, ну, понятно, что для меня, да, было открытие на самом деле, это, наверное, само собой разумеется. Вот. И глядя на последние тенденции, когда все, ну, как бы чаще используется, мультимедийный контент включается в том числе в рабочие программы и в курсы, в интерактивные и в какие угодно. Тесты, на самом деле, более часто используются. Мы пришли к выводу, что пора, собственно, всю вот эту нашу громоздкую архитектуру, где книги – это отдельный большой мир, аудиокниги – это еще одна такая, знаете, вселенная поменьше, вот, а все остальное вообще черт ногу сломит, пора бы унифицировать, объединять и приводить, в общем-то, к стандартам. Вот. Что из этого получилось? Давайте двигаться дальше, посмотрим. Вот. Посему аудиокнига, ну, я уж по привычке ее так буду называть, обросла большим количеством атрибутов, которые ранее редко использовались или не использовались вообще. То есть, теперь у новых аудиокниг есть и ББК, она прекрасно ложится в этот классификатор. Так, ну, ДК понятно. Вот вид содержания, который определяет ее по факту формат. Тут у нас целая, на самом деле, целая история с этим форматом, сейчас расскажу тоже. У нее там появилась и дисциплина, и тип издания, вот, и, естественно, аудиокниги сохранились и развились дополнительные специальные атрибуты, типа чтец, кто там ее читает, длительность, ну, и так далее, специфические атрибуты. Таким образом, у нас формируется, насколько вы видите, полноценное, хорошее библиографическое описание для аудиокниги. Такое издание участвует в поиске, может участвовать во всех сервисах, вот, может включаться в рабочие программы, хорошо экспортируется. Ну, и, в общем-то, становится, ну, наконец-то, становится полноценным участником в СИА-ЭБС, скажем так. Вот, дальше будет один спорный момент. Наверное, здесь я, даже не все коллеги со мной согласны внутри компании, я, наверное, принял решение на свой страх и риск. В общем, расскажу. Расскажу. Да. Сейчас я, вот, два момента я себе на заметку взял, вернусь, расскажу. Вот, собственно, сам каталог находится у нас в разделе мультимедиа, аудиокниги, естественно, и для того, чтобы нашим клиентам, которые, ну, на самом деле, давно уже в ЭБС, мы использовали тот же самый предметный указатель, который используется для изданий, ну, для обычных книг, для электронных книг, то есть, если там был раздел история, история России, то и для аудиокниг он называется точно так же. Вот, во-первых, это сделано для удобства, что нам там голову ломать не надо, что один раздел так называется, другой иначе. Вот, для единства структуры, да, и, конечно же, вот куда уж без этих умных фильтров, которыми я уже всем мозги проел, вот они здесь тоже имеются. Что здесь, так, ну, да, здесь я не буду отдельно повторять, вот все, все про фильтры и все про то, как это работает. Работает ровно в той же механике, как обычно. Если вы пользуетесь одним каталогом, сможете пользоваться и другим. Он доступен, понятен, вот, пожалуйста, находите, используйте контент в поиске, он тоже присутствует. Вот, сейчас, одну минутку. Так. Ладно, давайте тогда пойдем по плану. Здесь у нас возник интересный момент, когда мы начали атрибутировать вот новые аудиоиздания по типу. Ну, тип издания, например. Большая группа учебные издания, тип учебник. Вот у нас перед вами два издания. По факту это электронная книга, существует еще и печатная книга, и ее аудиоверсия. Вот. По-хорошему, мы не забываем о том, что в EBS еще есть старый фильтр формат, который тоже примерно такую же функцию, как тип издания выполняет. Вот. И получается, что мы не можем обозвать аудиоиздание типом учебник, потому что там, как бы, исторически принято, что обычная книга, напечатанная или изданная электронно, является учебником. Аудиоиздание – это сущность, которая имеет атрибут, имеет тип издания аудиоиздания, а вид содержания, там, например, учебное пособие или учебник вот такого-то, такого-то рода. Поэтому, когда вы будете пользоваться фильтрами для поиска аудиоизданий, то для вас основным из… Да, вот здесь как раз это продемонстрировано. Основным маркером будет как раз аудиоиздание. Вводим ключевое слово, там дополнительные параметры какие-то, выбираем аудиоиздание и получаем то, что нам необходимо. Ну, остался еще где-то там вот, те, кто с нами давно помнят, что есть дополнительные условия. Там есть еще формат, жанр. Я думаю, что от формата как от такового мы, наверное, избавимся и все переведем на типы издания, вид содержания, чтобы это было, ну, как-то более научно, единообразно. Может быть, здесь где-то мы там против мейнстрима пойдем, но чисто логически и технически это было бы правильно, чтобы не плодить сущности и не вводить людей в заблуждение. Вот, что касается… Сейчас я посмотрю, есть у меня такой слайд или нет. Так, нет, такого слайда у меня нет, но давайте я вам сейчас куда-то на каталог отмотаю, расскажу. Вот, мы пошли чуть-чуть нестандартно, и это было мое решение. Не знаю, сохранится оно или нет, и мы считаем, что аудиокнига и обычная книга – это равнозначные сущности. И теперь, когда вы находитесь в обычном каталоге… Где бы мне его найти для вас? Да хоть бы вот в этом каталоге и находитесь в разделе «Учебники для ВУЗа», например, или в любом другом, вы можете видеть как и электронные книги, так и аудиокниги в перемешку. Так как они рубрицированы согласно предметному указателю. Это же касается УГС, но там пока не так богато. И это же вы можете видеть в каталогизаторе по индексам ББК. Я вот, честно говоря, не знаю, правильно это или неправильно, но чисто логически это очень правильно, что вы, грубо говоря, по теме находите весь контент книжный, ну, мы исключаем оттуда тесты, там, например, да, какие-то еще вещи. И дальше уже можете его конкретизировать, используя там те же фильтры или выгрузки какие-то. Вот, попробуйте так. Я думаю, что это будет нормально. Если вы почувствуете, что «Ай, мы так не можем жить, зачем аудиокнига в книгах лежит, и вообще все это очень плохо», ну, я думаю, что мы договоримся, мы это дело исключим. Но мне кажется, что пока что мы все делаем правильно. Вот, а по аудиокнигам еще момент хотел я вам показать, рассказать. Так, это мы с вами уже проговорили. Да, для тех, кто пользуется интеграцией. То есть, если вы сейчас выгружаете каталоги наши в Русмарк, и там попадаются аудиоиздания, и вы там включаете их в Абист, там, или в какие-то программы учебные, то при нажатии по ссылочке у обычных книг откроется, как и раньше, читалка, и вы сможете пролистать текст книги. Если вы интегрировали себе бип-запись, скажем так, аудиокниги, аудиоиздания, то вы попадете не в какую читалку, а именно вот на эту страницу, на которой мы сейчас находимся, и воспроизвести ее можно будет здесь прямо в плеере. Вот, как бы не пугайтесь, что читалка не работает, значит, вы на аудиоиздании. Все, как бы, ну, достаточно просто. Вот, по аудиокнигам история примерно такая, то есть они участвуют везде, могут использоваться в куче мест, вы можете, ну, в зависимости от типа учетной записи, с контентом можно производить различные операции, то есть если вы студент, для вас там цитаты, закладки, там, избранное, что-то такое вот достаточно простое. Если вы, допустим, у вас какая-то другая учетная запись, вы преподаватель, главный пользователь, специальный тип, я не помню, как конкретно называется, учетной записи, то для вас открываются новые возможности. И теперь аудиоиздание мы можем добавлять и в книгообеспеченность, если вы видите, вот мелко здесь на скриншоте, прямо из каталогов, из поисков, откуда угодно. Добавить в книжную полку можно, ну, книжная полка обычно используется раз в год, но тем не менее, да, там, ближе к сентябрю мы начинаем ее использовать. Вот, можете сохранять поисковую выборку, там, индивидуально или массово, скажем так, выбирая галочками. И со страницы книги вы можете делать аналогичные операции у разных учетных записей, уровень доступа к этим операциям разный, но, в принципе, вы можете и в книгообеспеченность, и в книжную полку добавить, и добавить в сервис «Проверь свой РПД», о котором мы сейчас тоже занимаемся, там, по нему отдельно еще будут куча новостей. Можете выгружать описание в Русмарке, ну, таким образом, собственно, книга расползается по всем возможным сервисам. Потому что, вот, скажу, сейчас мы по-прежнему изучаем, как построены рабочие программы в разных вузах, не только России и СНГ, ну, и вообще, какой тип контента там используется. Там достаточно много используется всякого, называется, мультимедийного контента, но там есть один нюанс, что это идет не в дополнительную литературу, ну, естественно, да, а как это называется, типа, вспомогательные ресурсы, куда-то туда. Вот, так глубоко мы еще не забрались, но, тем не менее, в будущем, конечно, эти издания будут у нас в РПД попадать, если вы уж решите там у нас это дело отслеживать, обслуживать. Вот, так, идем дальше. Да, если возникают у вас вопросы, ну, я вижу, и не возникают, это нормально, не переживайте, не стесняйтесь, я слишком много всего рассказываю, чтобы возникали вопросы. Идем дальше. И такая вот, ближе к концу у нас уже такая, можно расслабиться, сложно не будет, это новая программа на сайте издательства Директ Медиа, новая партнерская, клубная программа, как это сейчас называется. История более розничная, но, тем не менее, достаточно интересная. То есть у нас вот эта вот большая партнерка разными углами, лучами выползала то в одну, то в другую сторону на протяжении многих лет. Сейчас мы там собрали наши силы в кулак, продумали, описали, и теперь, собственно, есть полноценная большущая программа, которая позволяет уж нашим... Плюсик, спасибо. Уж нашим покуп... Не знаю, у нас в одном месте читатели, в другом покупатели. Вот, нашим читателям назовем это так, вот прям вот максимум из магазина выдавливать. Да, чуть-чуть расскажу, в принципе, можно не записывать. Есть у нас такая штука, как раньше это назывался функционал Гуру, если кто-то прям давно с нами, но теперь это называется экспертная программа. Любой из клиентов, скажем так, интернет-магазина может выбрать несколько экспертных областей, по-моему, до пяти, в которых он хорошо разбирается, и сформировать определенные подборки изданий. Я считаю, что там для, я не знаю, там их теологии, вот эта книжка очень классно подойдут, и вот, типа, рекомендую эту подборку книг. Вот, если обычный читатель, листатель, покупатель приобретает книгу из вашей... Пользуясь вашей рекомендацией, экспертной подборкой, вы получаете познаграждение, ну, по-моему, сейчас, да, в районе пяти процентов за каждую книжку. В принципе, прикольно. Экспертная программа такая штука, которая, наверное, будет расползаться на многие наши сервисы. Ну, то есть, понятно, что, когда мы говорим о розничной истории интернет-магазина, там прямая мотивация, собственно, там, баллы, бонусы, деньги. Вот, если мы говорим о более сложных ресурсах, там, ВБС, да, например, вот таких витринах, как университетская библиотека, там есть тоже большое движение в области формирования экспертного сообщества. Если в интернет-магазине оно простенькое, то там большое. Там на самом деле уже сформировано это экспертное сообщество, и оно занимается сейчас оценкой конкурсных работ, когда мы говорим, проводим конкурсы, там, монографии, учебников, по-моему, пособий. Там, ну, вот прям большая история, несколько раз в год проводятся эти вещи. Как бы в целом истории похожи, но здесь это более просто. ВБС более, там, более сложно, научно, скажем так. И рано или поздно оно у нас тоже наружу вылезет, поэтому будьте готовы. Так, второй момент по клубной программе – это такая история, она малозаметная, но, кстати, кто-то пользуется. Это как раз вознаграждение за репост, за, грубо говоря, то, что вы поделились с ссылкой в соцсетях на книгу. Понравилась вам книга, вы делаете там ссылочку на нее в соцсетях. Если по этой ссылочке кто-то покупает книгу, 15%, пожалуйста, на счет вашего, на ваш счет в интернет-магазине начисляется. Ну, почему там вот за экспертов 5, а тут за 15? Ну, это же живая ссылка в соцсетях, но в наши дни именно, скажем так, в охвате аудитории и даже в поисковом продвижении играет достаточно большое значение. Вот, поэтому, да, для нас это тоже классно, когда нами делятся, скажем так. Ну, и мы за это готовы благодарить. Так, дальше что у нас интересного? О, ну, я, к сожалению, сделал статус своего личного кабинета там, но есть большая система статусов, то есть чем больше у вас покупок, тем больше у вас персональная скидка, а если вы еще покупок не делали, то с первой покупки у вас еще и кэшбэк получается. Поэтому классно привлекать новых посетителей, вы сделали ссылочку, человек прибежал, вам 15%, ему кэшбэк, все счастливы, ну, и мы больше всех счастливы, потому что у нас теперь на одного читателя больше. Вот, по, видите, я вот немножко про партнерскую программу, экспертную систему рассказывал, но меня все равно утащило ВБС, я думаю, надо будет отдельно нам как-нибудь про наши партнерские истории и про экспертное сообщество поговорить, потому что тема действительно интересная, там целый функционал под это дело имеется. Вот, наверное, у меня теперь все на сегодня, я постарался, как всегда, быстро, без, ну, конечно, воды налил, но старался не перегибать. Если есть вопросы, можете задать. У меня теперь, вот, все, спасибо большое, в следующий раз, если не ошибаюсь, мы увидимся в конце марта. И там тема более, более точная. Вот, я заканчиваю на этом, спасибо большое, я думаю, что сейчас Татьяна Викторовна меня поддержит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...